играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомитусе у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks сегодня у нас на обзоре танк 7 уровня средний танк ветки япония черри вот такой вот огромный танк в стиле японском конечно как всегда вот эти угловатости размеры а это средний танк как не смешно снайперский вот давайте сначала посмотрим а если броня у этого чири идем так вот наш чири видим весь желто зеленый и это явно неспроста нлд нижняя часть у нас 35 миллиметров приведенки 60 нлд центральная между нижним нлд и влд да правильно танк ставим поставили 75 фактического в приведенки те же 75 в лд 20 миллиметров приведенки 37 никаких рикошетов все это пробивается подбашенная рубка 75 придем к 7 и 7 щеки 50 придем к 7 и 6 все это тоже пробивается верхняя планка подбашенные рубки 20 миллиметров приведенки 30 тоже пробивается маска орудия у нас самое крепкое что есть на танке это маска орудия но она достаточно маленькая здесь 150 башня 78 и 7 это щека тоже самое это 93 95 тоже все пробивается лючок 75 приведенки по краям 85 где-то боковая броня у нас 35 миллиметров танк не может танковать по-хорошему пишется система конечно что рикошеты да но на самом деле никаких рикошетов не будет на танке играл ты знаешь что танковать на нем это огромная щека в 59 при танковании вот даже если он не за рикошетер и за рикошетер вернее то щекут его убьют все все брони здесь нету определились с этим все понятно то есть на броню рассчитывать не приходится по основным модулям у 5 уровня танк 7 6 танк 7 топовая то же самое 6 уровня но чем она интересна а интересного тем что здесь топовая пушка это барабан снаряда в магазине 3 вот время перезарядки между выстрелами секунда выдает он их достаточно быстро 10 секунд время полной перезарядки барабана 0.35 точность вполне себе время сведения вообще кайфового 1.7 альфа 130 очень мало но барабан 3 снаряда быстрая зарядка 10 секунд 155 пробитие основным сто восемь и шесть голдой то есть цель это пушка чем отличается башня 75 50 50 по броне тоже самое скорость поворота 36 здесь сквозь поворот тоже самое обзор здесь лучше только обзор 370 но чтобы установить топовую пушку нужно конечно же выкачать топовую башню по поводу сами знаете для средних танков рации конечно нужна 10 уровня 750 я вышел на и 101 на вот такой трассе 425 метров ребята если хотите на этом танке более-менее делать нормальные результаты и по засвету еще по асисту да когда по вашему засвету союзники будут стрелять вот я вам рекомендую конечно же выкачать топовую рацию по поводу двигателя стоковый у нас 500 этот 550 можно рассчитывать примерно 8 процентов подвижности но я прошел без него а вам рекомендую это и стэшка и опять же чтобы поставить топовое орудие поставить нормальное оборудование слот нам нужно выкачать топовую топовые гусли они же ходовая 34 поворот здесь 30 то есть плюс 4 градуса в секунду еще дополнительно они дадут по полевой модернизации рекомендую качать для этой танк для этого танка для этой пушки повышенную так стоп нет качать легко сплавную узлы крепления вот в четвертом блоке качать лучше всего настройка рычагов подвески в пятом блоке антибликовая вот маскировка фар это по полевой модернизации по оборудованию стандартный комплект для стэшка седьмого уровня это турбонагнетатель в основной слот дающий дополнительно бус на подвижность ставим досылатель ставим глаза ставим еще и инструкцию на досылатель вот по снарядам что у нас здесь по снарядам у нас что голда что чтобы бэшка что основной снаряд что голда это бэшки вот бэшка летит 821 голда тоже самое понятно что разные пробить желательно этом танке конечно играть на галде все-таки пробитие побольше хотя действительно его маловато на самом деле хоть и топовая пушка пробитие не самое лучшее на этом танке по экипажу здесь есть радист в экипаже 5 человек первым перком командиру лампу всем остальным качаем ремонт вторым перком боевого братства дальше незаметность третьим дальше качать как показано в таблице вот экипаж я переобучил на этот танк но не на сто процентов поэтому есть потери потери в чем вот смотри перезарядку у нас полный магазин 8 и 5 секунд вот кстати у вены здесь нормальный минус 10 но нам это не поможет для чего нам нужен у нас башня картон время сведения 165 а могло бы быть сколько 155 разброс 034 а мог быть 031 точность пушки если экипаж будет выкачать на сто процентов на этот танк хп у нас более-менее 1250 даже без улучшенной закалки по мобильности 47 вперед 21 назад 13 лошадей на тонну не самый быстрый танк по незаметности ниже средних показателей для ст 18-34 неподвижный и в движении 14-5 танк реально огромный как для ст и по обзору у нас 411 метр штраф у нас 15 метров за командира соответственно могло быть 426 что я в целом хочу сказать по этому танку дорогие друзья очень сложная машина потому что нет брони от слова совсем да удобный барабан быстро отстреливается барабан пробитие не самое лучшее поэтому вперед вперед лезть на этом танке в группе ст не надо идете чуть-чуть держитесь позади ваших ст то есть во втором эшелоне танк поддержки танк активной поддержки все управляемся в бой смотрим как данный агрегат играет современную рендер так попали мы на границу империю попали мы к восьмым уровнем раз восьмые подключим голду сложновато будет здесь а что у них за 8 у них в основном только шкод т27 это тяжи тяжи и халкет тяжей вообще много в этом бою поедем направо на этой карте вот и за мной не наполучили Вывел его из строя Солют заказывали Хорошо пошло За свет, плиз У меня этих мин много Получи Нормально надавали, барабан Скипнем Шрам останется Нагляденье Этот отыгрался Хорошо Все Смотрим за этой бригадой Где она Так, тут пока все хорошо идет 770 мы уже Накидали Но у нас Нету засвета Так, может а им дышит? О, это к нам Вот это громадина Хорошо Пошло Враг уже близко Так Ждем Ушка не выходит Нет Блин У нас все плохо Проигрываем Тяжей разобрали Все Сейчас поедут в базу Толпой Толпой Дай бог здесь В полторах удать Вряд ли, конечно Не успею Нормально Пустам Подъехать Мне подсказывает Держусь Это мне нравится Получи У меня этих мин много Еще одна волна Все Все, я один Прикольно А тут никого Больше врагов Враг уже близко Шрам останется Загляденьем Все Наигрались Ну вот так Ну извините Против восьмых Игра уровней Все равно 1700 Дали Я считаю Это неплохо Но Вперед Не рвались Долго жили Успели много Настрелять Как-то так Но не сверх Какой-то супер Боль Какой есть Такой есть Это танк Как я и говорил Брони в нем нету Есть барабан Это плюс Но пробитие Снарядов Достаточно слабое Вот Второе место По урону Заняли Ну что В целом Можно сказать По этой машине Танк Крыса Танк Крыса Чем-то напоминает Геймплей Десятого уровня Таких танков Как Не знаю Итальянских Если только Да Проджет Стиль игры Такой Если вам нравятся Десятки Проджет 65 и прочее И хотите покатать На седьмом уровне Это так для вас Ребят Пишите комментарии Как вам этот танк Нравится Как он вам Заходит Не заходит Ставьте лайк Подписывайтесь На канал До скорых встреч Пока Играешь в танки Подписывайся на мой канал Индомитовод И обязательно Прожимай колокольчик Субтитры сделал DimaTorzok